Добрый вечер в прямом эфире ток-шоу Народный вердикт в студии Денис Симоненко. Тема нашей сегодняшней передачи уголовная любовь. В развращении несовершеннолетней обвиняются несколько крымчан и даже один житель Украины. Двое из них уже приговорены к четырем годам лишения свободы. В разное время все они имели сексуальный опыт с девочкой из села Зерновое Красногвардейского района. Ее родители требуют строгого наказания для преступников, а вот родственники, оказавшихся за решеткой мужчин, уверены, что девочка своими действиями провоцировала своих жертв, находя их в социальных сетях, а ее родители затем шантажировали любовников. О воспитании подростков и профилактике преступлений против несовершеннолетних поговорим в нашей программе, а сегодня у нас в гостях. Дарья Шурыгина, детский врач-психиатр Крымской республиканской психиатрической больницы номер один. Андрей Архангельский, директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Ольга Собещанская, член общественной палаты республики Крым. Жан Запрута, адвокат. Виктория Зубарева, психолог-сексолог. Прошу поприветствовать наших гостей. Сразу хочу начать с того, что поскольку родители пострадавшей девочки отказались прибыть к нам на программу, мы намеренно не упоминаем ее имени и фамилии. И я попрошу наших гостей также говорить о ней в третьем лице. Ну а в первую очередь хочу дать слово Фатиме Салиевой, сестре Арсена Салиевой, которая уже отбывает срок за то, что спал с несовершеннолетней, которую сегодня пойдет речь. Микрофон возьмите, пожалуйста. Фатима, расскажите, пожалуйста, о том, когда вы узнали о том, что произошло и когда это случилось. Ну все произошло в прошлом году, 27 марта. Брат сообщил родителям, что родители этой девочки требуют у него денежную компенсацию за то, что он совершил, в размере 50 тысяч рублей изначально. Потом они требовали больше. Ну родители пытались как-то поговорить с ними, хотели как бы поженить их или еще как-нибудь договориться, чтобы не отбывать срок как бы в тюрьме. Но они отказались. Они сказали, что им это не надо, что он должен сидеть. И сказали, что они будут требовать компенсацию через иск, через суд. Требовали они компенсации, как вы говорите, 50 тысяч до того, как они подали заявление в полицию или нет? Да. Это было с начала 28 числа. Они позвонили сначала родителям, сказали, вот так и так, девочка беременна. Родители предложили встретиться, поговорить, чтобы обсудить вообще, как это произошло и что вообще делать дальше. Но в тот день, когда они должны были увидеться, просто брата приехали и забрали. Девочка действительно была беременна? Что потом произошло? Она, я так понимаю, что не родила никого? Ну они предоставили справку с УЗИ, но справки даты были совсем не те. Потому что, как бы, они предоставили ее 28 числа, но даты там стояли 4 апреля. Не знаю, каким образом они это делали. Что рассказывал вам брат о том, как произошло, как он с ней познакомился, как с ней встретился? Ну, брат познакомился с ней в социальной сети, ВКонтакте, буквально месяца за два до всего этого. Они общались, она настойчиво предлагала ему увидеться, созванивались. Она ему часто очень звонила, там в день могли звонки поступать и 20, и 30 раз. Знал ли он о том, что она несовершеннолетняя? Нет, она не говорила сначала, потом она сказала это уже, когда начала ему говорить, что она беременна. То есть уже после того, как он с ней переспал? После того, как они переспали, да. Можете, я прошу показать сейчас фотографии девочки. Вот несколько сейчас фотографий покажем с разных ракурсов. И у меня вопрос сразу к Виктории. Можно ли по фотографиям судить о том, скажем так, сформирована ли уже девочка как женщина? Конечно, специалисты, ну, в принципе, наверное, не специалисты по каким-то внешним признакам могут сказать, по вторичным признакам, что девочка находится уже достаточно, в общем-то, в теле. И я думаю, что многие специалисты еще могут вычислить половую конституцию по некоторым внешним признакам, что поможет прояснить, допустим, слабая половая конституция, средняя половая конституция или сильная половая конституция у девушки. Каждый человек родился с какой-то половой конституцией. Этот фактор наследственный, но это также как цвет глаз, он неизменный. И дело в том, что если, допустим, у мужчины сильная половая конституция, и он хочет и может заниматься сексом каждый день, то это, в принципе, ну, как бы рассматривается, наверное, как норма, даже если у него там шесть половых актов. Ну, я понимаю, мужчине сложно, может быть, да, если это выговорить специалисту, специалист может. Но может ли, ну, мужчина, не будучи, да, специалистом в этой области точно определить, что действительно девочка там совершеннолетняя или несовершеннолетняя? Я думаю, что не всегда. Здесь речь идет о, насколько я понимаю, ей было 12 лет, да, когда это произошло? 13 лет было. Что ей 13, либо уже 16. Мы знаем, что по закону уголовно наказуемо именно сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Я думаю, что, жалко, что не показывают глаза, я думаю, что по телу, конечно, не всегда, можно сказать, в 12 ей или в 16, потому что развиваются все очень по-разному, и кто-то еще в 16 лет совершенно девочка, а кто-то уже в 12 такая очень женственная, очень сексуальная девушка. И я думаю, что даже если он спросил, сколько ей лет, она могла сказать все, что угодно, ну, или он мог услышать, захотеть услышать все, что угодно. Поэтому, ну, утверждать, что он не знал или он, ну, не догадывался, ну, я бы тут не стала. Просто если у девочки сильная половая конституция, то она, правда, очень рано развивается. То есть 9-10 лет они уже выглядят вполне как девушки, женщины. Жанн Викторович, скажите, вот без экспертизы, нужна ли экспертиза, да, на половое созревание, и насколько она важна для вынесения решения суда? Дело в том, что если в данном случае обвиняемые не предполагали и не знали возраста, и не могли предполагать, то у них нет умысла на совершение этого преступления. В данном случае получается, что суд, поскольку люди были осуждены, получается, что суд установил, что они знали. Ну, это следствие устанавливает, а суд уже, конечно, выносит приговор на основании тех доказательств, которые предоставляет следствие. Ну, вероятно, следствие убедило суд, что они не знали и не предполагали. То есть я так понимаю, что вполне возможно, что данная информация была, возможно, получена из признательных показаний осужденных. В том числе. Спасибо. Вопрос к Андрею Александровичу. Возьмете, скажем, может быть, вы данный случай на контроль и проследите ли ситуацию, потому что, насколько мы знаем, этот случай не единичный. Мы сейчас дальше расскажем о том, что были и другие мужчины, которые также, один из них сейчас уже отбывает срок, один находится в СИЗО. И еще есть несколько лиц, которые также подозреваются в том, что спали с этой девочкой. Ситуальную работу с такими случаями проводить можно. Есть, конечно, и профессиональные психологи, педагоги, юристы. Зависит все от желания тех же родителей. Есть такие случаи подобные, с которыми проводит наша служба работу. Но, насколько мне известно, эта семья на учете у нас не состоит. И если нет заявления, то есть мы работаем по заявлению, либо по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Таких решений пока нет. А кто должен подавать заявление на то, чтобы заняться, скажем так, этой семьей? То есть наша служба смотрит, выявляет, фиксирует определенные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что несовершеннолетний оказался в опасных жизненных условиях. В таком случае подается такая информация на местную комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Субъекты профилактической работы, так называемые, принимают решение, что необходимо и какая нужна помощь. Либо, если эта семья сама изъявила желание в наших услугах, просто по заявлению, могут работать. Но в любом случае, мы знаем, да, семейный кодекс есть, где, как я помню, 63-я статья гласит, что родители в первую очередь несут ответственность за воспитание детей и воспитание, и образование, и духовное, нравственное и так далее. Должны обеспечить родители. И если они по объективным причинам не могут это организовать, они могут обратиться, конечно, в нашу службу. В каждом районе городе есть такая служба. В данном случае этого не происходит. Дарья Александровна, расскажите, может ли ребенок, который получает, скажем, достаточное внимание и любовь со стороны родителей, по каким-то причинам начать искать это внимание и любовь где-то на стороне? Ребенок, который получает достаточное внимание со стороны родителей, растет в здоровой психологической обстановке, априори является ребенком с здоровым психологическим статусом. Другое дело, если это речь идет о психиатрическом здоровье или о психиатрическом расстройстве ребенка. Поэтому нормальная обстановка ребенка, где родители уделяют внимание, должное всем аспектам воспитания, физическое, нравственно-духовного и морального, в такой семье, я думаю, что такие ситуации исключены. Спасибо. Фатима, скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, что при проведении следственных мероприятий наверняка проводилась психологическая экспертиза девочки и обвиняемых. Каковы ее результаты? Известны ли вам о результатах психиатрической экспертизы? Ну, результаты положительные. Там написано, что девочка развита нормально. Ну, как бы отклонений никаких нет. Это единственный случай, с которым, понятно, вы столкнулись, или вы знаете еще о других случаях? Как там, какова ситуация? Ну, такая экспертиза проводилась только в нашем деле. Как бы второй мальчик, который тоже осужденный уже, у них не проводились вообще никакие экспертизы, и ничего не было, никакие. Тогда на основании чего он сидит в тюрьме, если не было, может быть, совсем? Может быть, я обращусь к Жану Викторовичу по поводу того, что обязательно ли проведение подобных мероприятий для установления, скажем, состава преступления? Дело в том, что доказывание идет в сторону обвиняемого, и нужно его доказать. Умысел, состава преступления. Поэтому в данных категории дел обязательно экспертиза обвиняемого. С точки зрения экспертизы, тем более психологической, потерпевшей, ну, это уже на усмотрение следователя, но, на мой взгляд, она тут никакой роли на квалификацию играть не будет. Ну, как бы, я думаю, что вряд ли вот девушка знакомилась с материалами дела, предыдущих или там последующих дел. Обязательные экспертизы, я говорю, обвиняемых. Про девушку, ну, здесь... Полностью. В качестве кого? Ну, мне давал адвокат их не смотреть. Ну, то есть он сам перефотографировал и давал вам посмотреть? Возможно. Первое дело, которое касается моего брата, у меня есть полностью в электронном виде оно. Я привезла себе на студию его. Ну, брат признал вину свою? Да, он признал, потому что в суде ихний адвокат, потерпевший, он просто угрожал ему статьей 131. А у него какая статья? Что это, статья 134? У него 134. 131-е это изнасилование? Да, они угрожали, что будет статья 131, изнасилование. А у него развратные действия? 134-е? 134-е? Нет, вступление в половую связь с лицом, не достигшим 14 лет. Я правильно понимаю, что если даже не было изнасилования, если было установлено, что оба нормальные, да, психически здоровые, но просто установлен сам факт половосношения, в любом случае человек сядет в тюрьму? Ну, так не должно быть. Почему? Потому что вот мы сейчас затронули вот это в начале, то, что если обвиняемый вот ее брат не знал и не мог предполагать, что ей нет 16 лет, он не может нести ответственность. Это ж для этого проводятся специальные экспертизы на половую зрелость. То есть, ну, вот эта сторона защиты должна была все эти мероприятия провести. Притом имеет значение, при каких обстоятельствах это состоялось. Может, он был в состоянии там опьянения алкогольного, да, и не сильно осознавал действия, а она этим воспользовалась. Все может быть. Поэтому здесь же идет напрямую умысел, здесь преступление не может быть с косвенным умыслом. Поэтому тут надо четко знать, что лицо это понимало, осознавало и, тем не менее, совершило преступление. Спасибо, Ольга Петровна. Можете ли вы прокомментировать данную ситуацию, о том, как вы ее видите, и все-таки кто в такой ситуации должен нести ответственность? Столько ли человек, да, который, понятно, совершил уголовное преступление, либо в том числе здесь необходимо привлекать и родителей, да, таких детей, которые, ну, непонятно, куда же смотрели родители в данном случае? Да, вы знаете, это действительно вопиющий факт. Я понимаю, если бы был это единый случай, это понятно. А в данной ситуации, то прежде всего это родители. Вы знаете, я считаю, здесь нужно было привлечь к уголовной ответственности родителей, которые не выполняли свои обязанности. Как можно было не знать, в какой период времени, куда девочка уходит, потому что мы знаем, что они должны нести ответственность о том, что... Ну, вы представьте, когда один случай происходит, так тут родители просто не выпускают ребенка никуда. А в данной ситуации это не единочный случай. Но тоже я сразу хочу сказать, вот, ну, дать оценку девочке я не могу, так как это нужно было знать уголовное дело или, там, знать ее хотя бы психологический настрой. Но, как правило, как я поддержу ваше мнение о том, что, как правило, это происходит у тех или иных девочек или тех же у юношей, когда неблагополучно в семье. Когда, допустим, финансовое положение или квартирное положение или еще что-то. И прежде всего их обоюдное отношение в семье, это складывается и отпечатком, и прежде всего на ребенке. Но также, вот скажите, вот я, например, не знаю, как мне в соцсетях найти того или иного юношу. Откуда она об этом знает? Значит, это уже то окружение, которое вокруг нее, и каждый человек ищет что-то. То есть себя куда-то преподнести, как-то, может быть, заработать. Вот если я услышала, что родители там, ну, потребовали какую-то финансовую вознаграждаемость. Но, и другой момент, вот то, что юноши ищут, извините, легких путей встреч с какими-то сельскими, отдаленными от села детьми, ну, назовем девушками. Пусть даже он не знал, но тут же понятно, что она, ну, я не видя ее лицо, что она настолько красива, что нельзя было, как говорится, отказаться от этого случая. Понимаете? То есть здесь вина со всех сторон. Юноша, который ищет в соцсетях, он сразу рассчитывает на какую-то легкую добычу. Это однозначно. Если он искал для судьбы, для жизни, то, я думаю, это было не произошло бы с первого случая. Это произошло бы гораздо позже, то есть несколько встреч. И тогда человек бы понял, где учится, что делает эта девушка. А сегодня вот говорить о том, что они не виноваты, я тоже не могу сказать, что здесь нужно всегда, я говорю, легких путей не нужно искать. И поэтому вот каждая эта ситуация, действительно, она нам дает право сказать во всеуслышание, дорогие родители, прежде всего смотрите, особенно за своими девочками. Почему? Первый случай, наверное, ей понравился, потом она стала искать другие случаи. Но не может человек просто так, если произошел первый случай, и уже кто-то осужден. И видно, что это неприятное состояние. Я не знаю, как там в селе к ней относились, когда этот случай произошел. Где тогда было село? Где были жители, которые не могли прийти, также поднять эту проблему? Я поэтому хочу сказать, что здесь, прежде всего, конечно же, девочка, которая, я думаю, что она потом просто провоцировала. Ну, а легкой жизни юноши пусть не ищут в соцсетях. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю посмотреть. Есть еще, мы взяли мнение у родственницы еще одного человека, который находится под следствием обвиняемого. Давайте послушаем ее мнение. Она пожелала остаться неизвестной. Давайте ее послушаем и потом продолжим разговор. Я родственница одного из парней, которые пострадали от того, что их соблазнила 14-летняя девочка из Красногвардейского района. Ему 23. Он сейчас сидит в следственном изоляторе, уже два месяца там находится. Мы, родственники, считаем, что девочка и родители не должны так акцентировать внимание на том, что это они, что это парни виноваты. Девочка сама ему писала. Она сама предлагала ему встретиться. Она сама ему говорила, где, куда ему приехать, когда и во сколько. Она сама его вовлекала в эту половую связь. И мы считаем, что нужно, я считаю, что нужно привлечь к уголовной ответственности родителей за ненадлежащее воспитание. Двое уже сидят, а вот наш третий, он пока еще сидит в следственном изоляторе, ему еще не вынесли приговора. Но еще есть, помимо этих троих, еще есть как минимум 12-15 человек, которые тоже где-то находятся. Несколько под домашним арестом, несколько в розыске на Украине, а несколько просто взяли и откупились. Потому что родители этой девочки приходят к этим парням или звонят им и вымогают у них деньги за то, чтобы они не писали на них заявление в полицию. Я считаю, что это спланированная акция, потому что слишком много уже пострадало от этого и еще слишком много могут пострадать от этого. Они спланировали это все и просто хотят денег. Спасибо большое, если верить показаниям этой девушки, то несколько случаев, связанных с одной и той же девочкой. И насколько мы выяснили, все это происходило, началось тогда, когда ей было 10 лет. Я хочу у Виктории спросить по поводу полового созревания, по поводу возможности данной девочки самостоятельно начать половую жизнь с мужчинами, взрослыми. Насколько это возможно? И может быть тут действительно речь идет о каком-то сговоре с родителями? Ну если говорить чисто о физическом теле, то в 10 лет, в 9 лет вполне девочка может стать девушкой, соответственно у нее половые гормоны в большом количестве. И опять же я начала говорить о том, что если это сильная половая конституция, то у женщин иногда бывают такие случаи, что она на грани патологии. То есть женщина не может контролировать свое сексуальное возбуждение, свое желание секса. Такое бывает в каких-то редких случаях. Возможно, конечно, у девочки есть какие-то чисто физиологические такие какие-то потребности. Вопрос в том, что психологически она точно не готова к этим отношениям ни в 10 лет, ни в 11, ни в 12, честно скажем, даже в 14. И это понятно и ее родителям, и в общем-то по большому счету любому здоровому человеку. И сказать, что как-то была бы это там спланированная акция или ее личные потребности, похоже, что в том или ином случае не то, не то, не есть. Ну как бы это именно по такому пути. Не есть нормальным, да? Да, не по такому пути нельзя. Хочу обратиться к вам по поводу того, что может быть напутствие родителям, по поводу того, что то, что мы услышали сейчас от Виктории, что в данном возрасте, может быть, какое-то особое внимание нужно к девочкам проявлять со стороны родителей. Ну, родителям хорошо бы призывать родителей, чтобы все понимали, что вырастить ребенка, это немножко не то, что вырастить картошку или там козу. Ну, нужно к этому тоже готовиться и учиться, открыть закон. Мы же плохо, ну, есть разные направления, да, этой проблемы. Есть информационная нагрузка большая на детей. Если 4-летний ребенок больше разбирается, допустим, в каких-то этих технологиях игровых, там, компьютерных, чем 40-летние его родители, мы, ну, не очень хорошо понимаем, какими вырастают эти деньги, какими они будут. Ну, не до конца понимаем, да? Есть законодательство, опять же, об опасной информации для детей, там, 364-й закон, там, где четко тоже вот открыть надо, почитать. То есть это не проблема, нажать надо 5 цифр, 3 цифры и 2 буквы нажать в интернете и посмотреть, какая запрещенная информация. Дать оценку этому, это очень просто, там, пятую статью взять, прочитать. Такая информация опасна для развития ребенка. И для себя оценивать, с чего нельзя, с чему нужно препятствовать. Ну, и с другой стороны, мы все понимаем, что дети, ну, плохо защищены от этой информации, и хотя работают и службы, и вот, недавно проводились, я участвовал в двух совещаниях, когда Резкомнадзор и правоохранительные органы сейчас активно пытаются добиваться эффективности, вот, в препятствии всей этой вредной информации. Ну, то есть родителей призываем больше внимания уделять всем этим опасным новым веяниям, влияниям на детей и хотя бы больше времени уделять ребенку. Потому что часто родители думают, что вот у меня хороший ребенок, он нормально учится. Я хороший родитель, я пришел с работы, вот, накормил, все чистенько, убрано. Ребенок занимается, после школы уроки сделал, после тренировки целый день занят. Но, может быть, не мешает и ночью проконтролировать, что в три часа ночи ребенок делает в интернете. И часто мы даже родители не знают, как контролировать в интернете этих детей. А всегда вот все эти проблемы мы смотрим, что все-таки хоть косвенно, хоть как-то касаются вот этого гипернагрузки информационной в том числе. Андрей Александрович, вот мама девочки как раз и обвиняет во всем интернет и говорит, что просто нужно запретить интернет, и тогда таких проблем не будет. Нам удалось пообщаться с мамой. Давайте послушаем, что же она нам рассказала. Внимание. Местные нас все знают. И знают, сколько ребенку лет. И знают все. Детя у меня со всех положительных сторон. В школе мы учимся нормально. Мы не гуляем, нигде ничего. Она в олимпиадах участвует. Она в санатории была в том году, у нее тоже медаль приехал, есть, и грамоты. Она у нас всегда была с грамотами, сертификатами, она всегда везде участвует. Что вот сейчас в школе есть, то и занимаются. А другого у нас в себе ничего нет. Просто говорите людям, пусть меньше своим детям дают интернет. Вот это вот все проблемы из-за интернета. Вот девочки, что я могу вам сказать. Нету интернета и нет у меня проблем сейчас. Вот и все. У меня уже больше года дома нету интернета. А вы отключили? Отключили, да. А у нас телефона сидела? Нет, дома был интернет. В телефоне у нее нету интернета. Все. Нету интернета и нету проблем. Каждый отвечает за свои преступления. Все. Что еще можно сказать? Что натворил, пусть он отвечает. Это ладно, вот было бы там 15 лет. Мальчику, знаете, вот. Это да. Ну когда, извини меня, ты уже. У тебя там уже тарахтят в одном месте что-то. И ты лезешь на детей. Это уже я не знаю, как назвать. А кто-то предлагал там для того, что жениться? Нет, мы вообще даже и не знаем. Мы видим их только уже в суде. Больше мы их не видим. Два-четыре это немного для такой статьи. Вот что делать. К тому же наибольше. Так, по четыре это еще нормально. Они же знали, сколько ей лет. Она же им писала. Мне 12 лет, мне 13 лет. Она не скрывала этого. Вот что делать. Включать надо иногда. То есть при этом все, в возрасте они приезжали? Да, приезжали. Целенаправленно. Она не так, чтобы как с собой, вот с собой, со мной, можно там конфеты надо, да, вот это вот, там это. С ней же ничего не надо. Что малолетку развести? Ну, тебе 13 лет, получается. Так, по последнему делу 12 лет было. Вот Кирилл. Ей 12 лет было. Куда ты ехал? Она потому что не выглядит на свои годы. И она пишет, мне 15 лет, а на самом деле ей 12. Она сразу пишет, мне 12, не ври, не вру. Она бывала свидетельство о рождении, с фотографии будет отправить. Ну, вы же думаете, куда вы едете? Она же вам сказка, она же не пишет, что мне 16-15 лет, приезжайте. На них, против них сразу все факты там вылазят. Потому что она прямо пишет, сколько мне ей чего-то. Она не скрывала? Она не ложу ей с кровати. Я же говорю, не ребенок с этим словом положительный. Она с вигодой не скрывала. У меня сразу несколько вопросов. Опять же, возвращаясь к Виктории по поводу того, что, говорит, ладно, было бы мальчику там 15 лет, да, а здесь там 23. А что происходит в 23 в психологическом состоянии парня? Есть ли, насколько принципиальная разница? Понятно, по закону 15 вроде можно, а в 23 нельзя. А что происходит в 23? Психологическое состояние, думаю, у всех разное. И в 20, и в 40. А вот пик сексуальной, пик половой активности – это как раз мальчики 20-25 лет. Там, где, конечно, гормоны часто и густо побеждают. Некоторые разумные процессы. И хорошо, кто умеет это контролировать. Наверное, они все умеют контролировать. Поэтому, конечно, мальчиков в таком возрасте достаточно легко, наверное, соблазнить. Когда ты посылаешь не фотографию своего свидетельства о рождении, а вид полуобнаженной груди, я думаю, что на этих мальчиков это действует. А насколько я знаю, такие фотографии были? Показали, были полностью обнаженные фотографии. Ну вот. И немало. Ну, было много. Мальчиков пик сексуальной активности. Конечно, у них быстрая возбудимость, у них много гормонов. Мама не говорила, что ей 12 лет и 13, она говорила, что ей 17, и что у нее уже опыт, и что там уже достаточно было. Понятно. Это вопрос один. Вопрос другой. Мама говорит о том, что они же знали, что они едут 12-летней девочке. А где мама, где ты была, когда они приезжали? Я вот просто хотелось бы понять, где они встречались, когда это было, в какое время суток. И почему родители не знали, где находится их дочь 12-летняя, когда, собственно, это все происходило? Парни приезжали после 5-6 вечера, и встречались они в их селе, на окраине, там, где меньше людей. Где в селе, в квартире, на улице, где это происходило? Вам, брат, что рассказывал? В поле, в машине. Посадка. Там нету таких мест, где можно в нормальных условиях. Встретиться. Там нету никаких, ни кафешек, ничего. Есть заброшенные дома. Понятно. Вот, Дарья Александровна, по поводу комментария мамы, который мы услышали, не показалось ли вам что-то, может быть, странным в ее словах? Ну, естественно, комментарий мамы достаточно однобокий. С ее сваливать только на интернет нельзя. Интернет, к сожалению, это реалии нашей жизни, без которого сейчас мы, вы никуда и никак, в том числе и наше подрастающее поколение. И интернет, помимо негатива, может принести очень много полезного. В интернете есть обучающие ролики в Ютубе, есть уроки, есть подсказки, есть интересные задания по урокам. Тем более девочка участвовала со слов мамы в Олимпиадах. Значит, она должна была и могла пользоваться интернетом в полезных для себя целях. Другое дело, что мама совершенно не контролировала, чем ребенок занимается в интернете. Те фотографии, которые выкладывает ребенок в социальные сети, мама может видеть не только... Во-первых, они сохранялись у ребенка в телефоне. Мама обязана была проверять этот телефон, смотреть, что там и как там. Об этом наверняка знали окружающие, соседние, доклассники, друзья девочки. Наверняка об этом знали, что она выкладывает такие фотографии. Другой момент. Мама сама отмечает, что у девочки раннее половое созревание. Как маму внимательно это должно беспокоить. Во-первых, раннее половое созревание не всегда предмет... Гордость. Да, гордость. Иногда это предмет каких-то эндокринных нарушений. То есть надо было ребенка отвезти к врачу, выяснить причину. Возможно, чем-то откорректировать, помочь, понаблюдать. Потому что раннее половое созревание, оно введет за собой и определенные психические изменения. И для ребенка 10 лет трудно с этим справиться. Трудно принять изменения в своем теле, изменения в своем головном мозге. Поэтому все сваливать только на интернет и только на мальчиков, которые приехали и не знали, ну, крайне безответственно со стороны мамы, конечно. Вот здесь может быть ключевой такой фактор мальчиков, которые приезжали, и она говорит о том, что мы с ними видимся уже в суде. Ольга Петровна, вот мне кажется, после одного единственного такого случая, о котором стало известно родителям, ну, как бы, как-то, может быть, следовало оградить, в принципе, от каких-либо контактов. Я раз-таки на эту тему и говорила, что нормальная мама, которая вдруг произошел этот случай, она дальше будет вплоть до того, что каждый шаг контролировать, с девочкой вести разговор, то есть предупреждать дальнейшие встречи. Поэтому просто на удивление, что мама до сих пор не поняла, то, что она еще в этом имеет отношение, виновности своей, меня просто удивляет вот такое. Поэтому, поймите, я же, как говорила, один случай, да, это можно было, ну, не предугадать, не заметить, ну, бывают всякие ситуации, всплеск какой-то, но если дальше это повторение шло и мама знала, здесь, конечно, я не могу дать оценку, потому что только следствие могло дать оценку, но то, что мама до сих пор не поняла своей ошибки, меня крайне удивляет. Спасибо большое, Женя Викторович. То, что есть уже два подтвержденных случая, когда два человека уже отбывают наказание, и один еще уже находится в СИЗО, то есть уже третий случай, и понятно, что еще несколько есть неподтвержденных, связанных с одной и той же девочкой, но наверняка суд как-то должен принимать это во внимание при назначении наказания. Я думаю, не должен, а обязан. Дело в том, что, вы посмотрите, что здесь не обвиняют людей в изнасиловании. Вот именно. Обвиняют в контакте. Соответственно, этот контакт был добровольный. И наличие таких многочисленных контактов говорит о том, что ни родители, ни девочка не делают из этого трагедии. То есть для них это обыденная жизнь. И, соответственно, санкция статей, она предусматривает от самой минимальной до самой максимальной. И именно, на мой взгляд, вот эти обстоятельства говорят о том, что суд обязан здесь применить самое минимальное наказание. Вот именно конкретно в этом случае. Какое минимальное можно было наказание назначить по закону за... Я санкции наизусть не помню, но они там достаточно обширные, начиная из исправительных работ, насколько я помню, и заканчивая лишением свободы. То есть здесь, ну, я говорю конкретно про этот случай. То есть или хотя бы исправительные работы, или хотя бы условные сутки. Дело в том, что это в том случае, если все-таки не будет, если будет доказана вина. Потому что, ну, еще раз повторюсь, здесь по девочке не видно, что ей 13 или там 12 лет. И надо все обстоятельства... К сожалению, вот у нас там, скажем так, негатив нашей правоохранительной системы о том, что если уголовное дело возбуждается, тем более следственным комитетом, оно обязано дойти до суда с приговором. То есть это палочная система, которая порой, скажем так, не смотрит на судьбу этого обвиняемого, этого молодого человека. Ведь он выйдет из места лишения свободы уже с поломанной психикой. Я уже не говорю о тех вещах, которые будут происходить с ним в самой тюрьме и зоне. Понимаете? Поэтому здесь надо очень корректно и, скажем так, взвешенно подходить ко всей этой ситуации. И надо поставить на чашу весов все-таки девушку вот эту, да, провести с ней психологическую экспертизу, насколько вот эти контакты нарушают ее психику. И то, что мы получим в результате, если этот человек пойдет в места лишения свободы. И вообще данный вид преступлений, на мой взгляд, он должен быть очень жесткий, без разбега. Но в то же время здесь еще идет вопрос морали, поэтому я бы отнес эти категории преступлений все-таки к суду присяжных. Потому что здесь без этого никак не быть. Здесь мнение людей должно быть учитано. А так мы все отдаем на откуп суда и вот этой пагубной правоохранительной системы, которая обязательно будет с обвинительным уклоном. Обязательно. Вот так. Спасибо. У нас есть комментарии представителей органов опеки в Красногорадийском районе. Мы записали. Я сейчас предлагаю послушать, что же нам говорят. Наш отдел включает в себя два сектора. Сектор опеки и попечительства, сектор профилактики безнадзорности и правонарушений. В первую очередь, основные задачи нашего отдела это защита прав несовершеннолетних. Также профилактика безнадзорности и правонарушений взаимодействия со всеми органами системы профилактики, школа, прокуратура, отдел культуры и так далее. Данная семья на учёте не состоит и не состояла ранее по состоянию на март месяца 2017 года. С места обучения семья и девочка характеризуются положительно. Девочка активная, участвует в конкурсах, мероприятиях, как школьных, так и районных. Условия проживания ребёнка, социально-бытовые условия удовлетворительные, поэтому оснований ставить ребёнка на ВСОП у нас нет. Мы сейчас говорим о том, что прежде чем дать вам слово, хотелось бы обратиться снова к Фатиме по поводу... Я знаю, что у вас есть на руках характеристика со школы, которую мы удалось получить на эту девочку. Можете зачитать основные... Так, со слову пусть скажем. В характеристике написано, что отношения с большинством учителей строятся на доверии с отдельными педагогами носят неуважительный характер, проявляются в виде негативного по отношению к ним, невыполнение требований. Активность родителей низкая, выполняют работу только по просьбе учителей. В воспитании дочери отсутствует единство требований со стороны родителей. Они имеют низкую осведомлённость об интересах поведения ребёнка вне школы и во время школы. Ну, воспитание среднее, в принципе. Вот так. Спасибо большое. Андрей Александрович, вы бы поставили данную семью всё-таки на учёт, с учётом того, что вы сегодня услышали? Ну, с какой целью её ставить на учёт? Тут вот в чём дело. Мы не сможем... Центр социальных служб для семи детей и молодёжи не сможет представить специалиста по социальной работе конкретной семье, будем говорить, каждый день с наступлением темноты. Да, тем более этого не смогут сделать органы опеки или правоохранительные органы. И, ну, как можно помочь? Здесь никто не просит помощи, я так понимаю. Может быть, вообще, вот родственник признанного виновным лица, если говорит, что и деньги просили. Ну, данный факт ещё нужно установить, я так понимаю, что он не будет установлен. Да, может быть, это бизнес такой. Потому что, ну, известно же, когда беспризорных подростков склоняют к совершению каких-то несложных по схеме преступных деяний в связи с тем, что они по данным вопросам не подлежат уголовной ответственности. Ну, например. Может быть, и здесь есть и другие случаи, о которых мы просто не знаем, потому что там заплатили деньги. То есть ситуация может быть разная. И какая помощь? Ну, по родителям, да. Мы не можем сказать, что виноваты родители. Всё-таки суд нас определяет, кто виноват. Но, видимо, всё-таки упущено было время и позиция, вот как было слышно сейчас родителей, в общем-то, больше склоняясь к тому, что недостаточно внимания, наверное, уделяли. Хотя это не обязательно эта причина. Бывает и повышенная, и слишком много внимания, и много причин может быть. Но какую помощь здесь можно оказать? Здесь за помощью вряд ли кто-то обращается. И комиссия по делам несовершеннолетних, и как орган опеки сказал, на учёте не состоят. Там нет социально опасных положений. То есть есть определённые законы, критерии, что такое социально опасное положение. То есть там нужно быть не кормленное, не одетое, скажем так. Здесь материальные играют роль больше материальные. Социально опасное положение, другими словами, это когда несовершеннолетние находятся в опасных условиях для жизни и здоровья. Здесь таких условий, видимо, не находят органы опеки. Ну понятно, да. И тогда нужно желание родителей, что если родители, как Олега Петровна говорит, бьют тревогу и просят помощи, то, конечно, есть и психологи, и сексологи детские. И можно найти какую-то помощь. Нужно желание. Тогда, может быть, есть ли в данном случае, скажем так, прецеденты для лишения таких родителей, родительских прав, если будет установлено, опять же, ну здесь это факт, то, что было сношение с несколькими там совершеннолетиями, с несколькими мужчинами, да, в данном случае является ли это... В суде нужно доказать, что родители злостно уклоняются от выполнения своих обязанностей. Этот факт не является уклонением? Ну, я хочу сказать, что и поболее... Там, где больше признаков таких, и то тяжело доказывать. То есть ребенка не так просто еще отобрать. Ольга Петровна. Да, я хотела прокомментировать, вот Андрей Александрович, говорит, что, поймите, просто так взять на социальное сопровождение семью только вот по этим фактам. Вот если бы мама пришла, забила тревогу, сказала, СССР, вы нам помогите психологически с девочкой поработать, чтобы вас профессиональный психолог. И потому что, вот я вижу, какие-то есть отклонения, заключили договор, то действительно бы помогали. Мы не говорим, как ночью там идти, не проверять. То есть получается парадокс, если родители бьют тревогу, в данном случае это нормальная ситуация, обращаются и ставят на учет эту семью, а в данном случае нет. Это не на учет, это неправильно, это не на учет. Нет, не на учет. Нет, это на социальное сопровождение показания какой-либо помощи, имеется в виду психологическое, ну и так далее. Вот, допустим, опека, тут я, конечно же, немножко могу поспорить, но если это не единичный случай, значит, уже нужно было как-то на комиссии обсудить этот вопрос и подумать, что делать с этой семьей. Но, прежде всего, мы же как говорим, есть ли угроза жизни, а какая у нее угроза жизни? Ее как таковой нет. И поэтому лишить прав родителей вот данной ситуации, ну, тут опять же, суду решать, но вот видно невооруженным глазом, что если бы было сказано, что это просто поступки такие, которые не характеризуют нормальное отношение к жизни этой девочки. Это понятно. И то, что страдают там другие, это тоже понятно, но это не может являться для того, чтобы вот сказать, что то, что не исполняет, да, здесь можно рассмотреть, как я говорила, что родители должны, как сказано, там до определенного времени она должна быть дома, нигде не отсутствовать. Но, как правило, я так поняла, что до 11-ти как бы это все и совершалось, но если на то пошло, да. То есть тут тоже нельзя усмотреть. Но просто сам факт самим родителям. Как можно, чтобы моя девочка вот так постоянно происходили те или иные случаи? Значит, нужно было искать где-то. Для этого могла та же комиссия по несовершеннолетним подсказать ей, что обратитесь, может быть, психолог здесь поработает и так далее. Поэтому здесь я вижу, ну, почему вот в атмосфере, в которой, если вдруг бы этот случай, и когда я работала в министерстве по этой теме, по опеке, по печице, если были эти случаи, мы тут же выезжали с комиссией, встречались с этими семьями и решали, как дальше быть. Ну, это же, я понимаю, если один случай, мы бы сейчас, думаю, так бы долго не разговаривали. Но если это уже какая-то есть система, и она не соответствует нормам жизни такого возраста ребенка, тут нужно бить тревогу. И я вам хочу сказать, что такие случаи не единичны. Когда мы готовили программу, мы выяснили, что и в Феодосии, и в Бакчисаре есть похожие случаи. Да, и мне кажется, это тоже ситуацию такую нужно взять на контроль, что она не единична. И к Жану Викторовичу вопрос по поводу того, что, хорошо, если мы говорим, что вот для того, чтобы обратили внимание, да, на эту семью, как-то на нее повлиять, что нужно, кто должен написать заявление, в какие органы, кто должен, скажем, этим заняться, для того, чтобы, ну, скажем, может быть, не обязательно лишить их родительских прав, но как-то повлиять, чтобы таких случаев, в принципе, дальше не происходило. Ну, я вам скажу, ситуация неоднозначная. Какой-то вопрос профилактики, да, может быть, в самом деле. И о том, что наше законодательство, оно еще советское практически. И у нас оно исходит из того, что все люди порядочные, и мы должны писать законы для непорядочных. То есть вот есть такая теория, как пишутся законы. В данном случае мы смотрим на ситуацию, которая никак не описана никакими законами. Вот такая ситуация. И что делать? Вот для меня становится страшно. Почему? Потому что масса родителей, которые сейчас смотрят и думают, а если мой сын завтра приедет, же вот он не знает, вот приедет к ней, да, и получается сломает ему жизнь. Вот эта ситуация. Вот как быть? На мой взгляд, здесь нужен прецедентный оправдательный приговор. Чтобы один раз по этой девушке вынести оправдательный приговор, что вот такая ситуация. Но она своим видом говорит о том, что она полностью как бы... Ну, может быть, для этого нужно внести поправки в законодательство, а не просто вот переспал, да, с несовершеннолетней, и все, ты виновен, априори. Ну, я же говорю, что вот здесь, ну, ситуация неординарная, она ничем не описывается. Я вам даже больше скажу, вот если кто нас смотрит, уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность, даже если вы в интернете сидите, человека вообще не знаете, там стоит какая-то на аватарке, там, не знаю, Саманта Фокс или еще кто-то, а зато на той стороне 12-летняя девочка, и вы ей начинаете писать, это уже уголовная ответственность. Понимаете? Российское законодательство в этом отношении очень жесткое. Тем более, если вы там какой-то видеочат или еще что-то, вот это наша молодежь должна знать, им же об этом никто не говорит. С одной стороны, жесткость в этом вопросе, конечно, необходима, да, но тут в каждом конкретном случае, наверное, должен быть все равно индивидуальный подход. Ну, я вам скажу, что у нас, как обычно, ну, в этом случае перегибы, ну, вплоть до того, что вы журнал купите, да, и кому-то его подарите, уже распространение порнографии. То есть, ну, вот так пишет законодатель, к сожалению. Ну, вот в этом конкретном случае, ну, честно говоря, я вот даже сижу сейчас думаю, ну, а как дальше поступать? На мой взгляд, нужно все-таки предусмотреть, чтобы эту девушку, ну, как-то, может быть, ну, не изолировать, но как-то ввести контроль над ней, хоть какой-то, ну, потому что, ну, мы тогда до плохого. Конечно, завтра еще одно обвинительное заключение, и сколько, да. Если она сейчас придет в полицию и напишет заявление о том, что она вспомнила, что еще 20 человек, что делать? Понимаете? А у нас как? Есть заявление, все, начинают, это уголовное дело, да? Уголовное дело, значит, если мы его не раскроем, это показатели, значит, нужно раскрыть. Значит, статья тяжкая, давайте закроем человека в СИЗО. СИЗО, он сидит на 3-4 месяц, он уже сдается и говорит, да ладно, я признаю, вы только меня отпустите. Признают. Вот вся система правоохранительная, понимаете? А еще вопрос такой, вы говорите о том, что она потом возьмет и вспомнит, да, о том, что, может быть, там еще кто-то с ней переспал. Есть ли здесь вопрос, вот, исковой давности, хотелось бы, значит, через 10 лет, например, а сколько через 10 лет? Нет. Нет, ну, там нет. Любое преступление имеет срок привлечения к уголовной ответственности. Он исчисляется, с момента, не с момента, а с самого наибольшего наказания. То есть вот 8 лет, допустим, вот 8 лет срок исковой давности. Не исковой, это привлечение к уголовной ответственности. То есть здесь он значительный, то есть хватит ей повспоминать. Хватит повспоминать. Я сейчас предлагаю посмотреть мнение людей о том, кто виноват в преступлениях полового характера с несовершеннолетними. Внимание на экран. Родители виноваты. А мужчина пусть уши не развешивает и не клюет на молодых девочек. Тогда все будет нормально. А как вы считаете, родители виноваты? Обязательно. Конечно, в первую очередь. В первую очередь. Родители воспитывают, они ответственны за своих детей, поэтому они обязательно виноваты. Сложно сказать, есть же семьи, в которых большая разница в возрасте. Есть? Есть. Любовь бывает в 14 лет? Бывает. Но если это любовь? Я думаю, что однозначного ответа нет. Нужно подходить всегда очень деликатно к этому вопросу. Если родители есть, в полном смысле родители, то они вообще не допустят, чтобы несовершеннолетняя девочка каким-то образом познакомилась с взрослым мужчиной. Это глупость детей и дебилизм родителей. Единственное, что мы сказали, которые не смотрят, как их девочки одеваются. Здесь зависит все от воспитания. Допустим, есть девочки, которые выглядят уже в 14, на все 18. И тут и мыслят точно так же. Ну, где-то закон, да, не позволяет, допустим, несовершеннолетним вступать, там вы имеете дупловой контакт, да? Больше обращаться к религии, воспитывать действительно духовное, наверное, что-то светлое в детях. Ну и семья. Семья — это в первую очередь. Только семья поможет. Конечно, это грех двоих людей. Это взаимное искушение, да? В первую очередь. Мне кажется, что большинство людей так ответили. Сначала это грех родителей, которые, ну, не грех, даже недоработка. За то, что они недосмотрели ребенка, который способен на такие вещи. А что касается мужчин, которые идут на поводу у таких девушек, ну, у них это тоже история с детства. Это, скорее всего, извращение, которое тоже, возможно, с молодости, с детства, недолюбили, недоласкали. Здесь и воспитание играет огромную роль. То есть, я так понимаю, что яблоко от яблони поговорка очень, очень кстати. Теперь ребенок попадает в среду своего, скажем, окружения. Родители могут это проконтролировать. То есть, такие вещи просто так с воздуха не берутся. По-моему, взаимно. Одни шантажируют, а другие идут на шантаж. А родители, по-моему, такие девочки, они, по-моему, не получают воспитание от родителей. Это преступление, конечно. Несовершеннолетние девочки должны вести себя скромно. А родители вообще, куда родители смотрят, они должны полностью заниматься воспитанием ребенка. И, ну, для этого вообще для меня шок. Виктория, скажите, вот было высказано мнение о том, что яблони от яблони, да? Если мы говорим о том, что такое происходит с детьми, то обязательно ли это значит, что, скажем, да, это как-то могло передаться и это значит, что у родителей тоже, возможно, и все было хорошо в их половой жизни? Ну, очень многие говорят о воспитании. На самом деле, я знаю, что воспитание во многом базируется на подражании. Я понимаю, что у девочки явно искажены ценности, ценность здоровья. Кто-то говорит о ее беременности, там, возможно, там, об абортах. Ей было 10, 11, 12 лет. Я думаю, что ценность семьи, ценность любви у нее точно так же искажены. И это все, ну, из семьи. Я думаю, что, ну, вот то, что говорит ее мама, я думаю, что она совершенно по-другому смотрит на мир. Просто у нее своя картина мира, она ее дочке, в общем-то, так передала с любовью и дальше уже позволяет ей делать, что считает нужным. И воспитательный момент, она, наверное, думает, что все в порядке. Она свои ценности передает. А мы смотрим и понимаем, что, ну, что-то неадекватное. Это не так. Да, Александра, а вы как считаете? Ну... По поводу отражения, да, поведения родителей и копирования поведения. Ну, здесь сложно сказать, потому что не знаем поведение мамы и что побудило девочку так делать. Тоже тяжело сказать, но то, что... Но здесь может быть очень много факторов. Очень, очень много факторов. Может быть, как и, вот опять-таки, преждевременное половое созревание на нее так повлияло. Может быть, девочка искала, ну, своего рода так, популярность. Может быть, это проявление так называемого промисковитета, то есть, когда личность стремится к беспорядочным половым связям. То есть, много факторов и здесь надо все оценивать, вкупив, зная эту ситуацию изнутри и зная эту семью и все, что происходило за ней и до того и сейчас происходит. Спасибо большое. Пожалуйста, дайте вопросы из зала. Вы ранее говорили о том, что какая должна быть мать, что она должна из себя представлять. То есть, вы говорили, что мама должна была заботиться, во-первых, о том, как она выглядит, о том, что она из себя представляет, о безопасности в интернете, что она должна все контролировать. А разве не заключается воспитание в том, чтобы воспитать ребенка так, чтобы не нужно было контролировать потом? Вот. И потому вопрос, что по вашему мнению значит нормальная мама в сегодняшнем мире? Что она должна делать, какую роль исполнять и будет ли мама, допустим, которая смотрит нас по телевидению сейчас, считать себя нормальной после ваших слов? Спасибо. Ого. Спасибо. Яна Викторовна, может быть, вы попробуете ответить? Я думаю, что это лучше к психологам. У вас действительно тем вопрос, вы знаете, такой глобальный и такой обширный. И мне очень нравится, что вот именно вы в таком возрасте задаете этот вопрос. Действительно, что ответить... Студенты-юристы. Да, что ответить... Ну, сегодня ценность это я могу только со своей точки зрения, а не в... Как это? Не в общем-то. Почему? Ну, потому что, если я, допустим, вот даже внука воспитываю и после того, как он что-то сделал, всегда его благодарю. Если мы выходим, я говорю, кормлю кошечек, то он уже воспитывается по отношению к коже. Вот это я выбираю свой стиль, который больше подходит для... Ну, в общем-то, в обществе, который воспринимала я, как меня воспитали, мои родители, как я воспитываю дочек, как я воспитываю внуков, как бы это продолжение того, что действительно, чтобы вовремя, ну, говорится, ну, и не выходила куда-то, и не бегала, но это мое. А дать оценку, это нужно написать, извините, то ли дипломную работу, то ли еще что-то, но каждый по-своему осознает, ну, почему-то вот мы здесь все сидящие, мы все с вами сознаем, я так думаю, в едином русле. В основном у нас правильно понятие, что такое семья, что такое мама, что такое родители, что нам нужно делать, а вот дать каждую оценку, это, вы знаете, это просто нужно отдельную программу провести, это мое дело. Виктория, ну, вот, может быть, если попытаться ответить на вопрос, можно ли так воспитать, для того, чтобы потом не контролировать? Ну, вопрос, правда, очень интересный, но больше, наверное, философский, чем психологический. Дело в том, что родительство, материнство, это тоже искусство, и этому тоже, ну, похоже, надо учиться с раннего детства. Мы можем дать своему ребенку только то, что у нас есть. Если нам этого не дали родители, мы можем нарастить это внутри себя. Если этих ценностей нету, то как бы мы там ритуальные танцы не танцевали вокруг ребенка, он вырастет, все равно похожим на нас. Поэтому нормальная мама, ну, похоже, это очень-очень разное для всех понятие. Но когда любовь, она вот такая вот искренняя, чистая, поддерживающая, то дети в основном со здоровой психикой. Ну, помимо этого, есть еще какие-то принятые нормы морали, и на них тоже нужно, не просто что, да? Дарья Саваровна. Ну, я хочу начать с последнего вопроса, о том, что будет ли считать себя мамой виноватой. Мы здесь собрались не для того, чтобы мама себя считала виновата или не считала, а для того, чтобы мама рационально оценила эту обстановку и поняла, что ей надо сделать, чтобы дальше этого не повторилось. Потому что пострадали, то, что пострадали молодые люди, это будет решаться дальше. Но, тем не менее, жертва есть и ее еще дочь. И с этим надо дальше работать, и маме надо принимать какие-то меры. А что касаемо воспитания, является ли воспитание контролем или нет, воспитание само по себе на начальных этапах это все-таки контроль. Контроль. Мы контролируем и детей для того, чтобы они не совершали фатальных ошибок, фатальных в отношении себя, в отношении родителей, в отношении окружающих. Поэтому до определенного этапа это в любом случае контроль. Мы контролируем, как он садится, мы контролируем его первые шаги, что он ест, что он пьет, что он слушает, что он читает. Если мы это контролируем правильно, если у нас есть все в рамках дозволенного, не перегибаем палку, ни перья, ни недо, тогда созревает гармоничная личность без каких-то комплексов. Если это перегибание палки, опять-таки, это очень высокое искусство, и, к сожалению, владеет ими единицы, может быть, даже никто, то тогда мы имеем то, что мы имеем, к сожалению. Спасибо большое, но, безусловно, мы не отрицаем о том, что девочка жертва этого преступления, жертва вообще, может быть, всей этой ситуации, которая сложилась, да, в том числе и с виной определенной со стороны родителей, и то, что это не единичный случай, сейчас подтвердит представитель Следственного комитета, который также дал нам комментарий, сейчас предлагаю послушать. Стоит отметить, что преступления в отношении несовершеннолетних совершаются также в Республике Крым, поэтому все преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних в нашем регионе, находятся на особом контроле, ход расследования этих уголовных дел находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления. За 2016 год было возбуждено более 800 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Потерпевшими признано более 300 детей. Из них 19 пострадало от преступных посягательств со стороны близких или родственников. Стоит отметить, что основная часть детей, которые являются у нас потерпевшими, это дети от 11 до 17 лет. Лица, привлеченные к уголовной ответственности за 2016 год, которые совершили преступления в отношении несовершеннолетних, их более 200 привлекли за 2016 год. В связи с тем, что дети в последнее время становятся жертвой преступления после того, как они пообщались с кем-то в социальных сетях, в сети интернет, то также разработана отдельная памятка о преступных посягательствах, которые, скажем так, о тех опасностях, которые ждут ребенка в сети интернет. Эту памятку тоже. Она находится в общем доступе, в том же разделе на нашем официальном сайте. Ее могут родители скачать, прочитать что-то для себя, объяснить какие-то положения деткам и так далее. Для того, чтобы было легче обратиться на телефонную линию ребенка в опасности, есть короткий номер 123. Андрей Александрович, скажите, можно ли проводить мониторинг, скажем, ситуации в семьях через школы, через социальные службы для того, чтобы предотвращать, скажем, на корню подобные ситуации, либо их можно выявить уже после случившегося факта? В Республике Крым в общеобразовательных школах в настоящее время создаются более 230 школ в Крыму. Создали внутри специализированные службы, состоящие из соответствующего заместителя руководителя по выставительной работе, социального педагога, педагога-психолога, включают в состав такой службы волонтеров, старшеклассников и представителя центра социальных служб для семи детей и молодежи. Ну, в общем, там много направлений работы, и профилактика суицида, и буллинга, и темы медиации рассматриваются, в том числе и такие проблемы. Ну, пока что процесс это на начальной стадии, вот разрабатываются порядки и обучаются данные участники таких служб, проводятся, начато только обучение, проводятся семинары, и, конечно, будет впоследствии проводиться мониторинг, в том числе, ну, по всем негативным явлениям в молодежной среде. Спасибо большое. Мы взяли комментарии у председателя сельского поселения, того, где проживает девочка и семья. Давайте послушаем. Родители должны, в первую очередь, ни школа, ни общественность, родители должны заниматься. Да, вот у меня двое детей, например, как есть говорю, у меня у детей времени не хватает выходить на улицу. Люди, кто совершил это преступление, они сейчас по заслугам отбывают срок наказания. В этом не виню школу, не виню общественность, не виню кого-то. В первую очередь должны давать воспитание, в первую очередь, это родители. А потом уже остальное. Спасибо большое. Евгения Петровна, как считаете, вот в отдаленные села, да, которых сейчас много, это село, скажем, да, 80 километров в поле, там, от Симферополя, где практически никакой жизни не происходит, да, нет, там, скажем, возможности детям развиваться, там, заниматься спортом, еще какими-то вещами, стоит, ну, не просто обращать внимание на эти села, а как-то, может быть, отправлять каких-то специалистов, которые бы помогали, помогали социальным службам, да, ну, может быть, я не знаю, со стороны общественности, со стороны, как бы, общественной палаты, да, и отслеживать, вот, и... Я вам хочу сказать, что вот сегодняшний разговор, это большое подспорье, которое села себе на вооружение. Так как мы больше уделяли внимание многодетным семьям, вы сами понимаете, где там трое-пятеро детей, вот мы уже полтора года проводим не то что консультации, мы проводим сейчас выездные семинары, именно в отдаленные районы, то есть это Крымское оригинальное отделение общероссийской общественной организации семьи России вместе, ну, профинансировали, и мы можем иметь машину, с нами выезжает с прокуратурой у нас соглашение о том, что мы должны вместе проводить эти семинары, и вот мы уже провели в Нижнегорском районе, мы провели в Пожарском, где были Николаевка, с 4-го числа мы готовим Джанкой, Джанкойский район, потом у нас, то есть 12 регионов стараемся отдаленно, в Красногвардейске, в Александрике, допустим, и в другом селе, то есть мы не берем вот именно центральные, и теперь я, помимо тех моментов, которые мы там будем говорить, однозначно буду уделять внимание этой теме, и, естественно, вот эту памятку, о которой было сказано, и, естественно, об ответственности родителей, мы обязательно включим этот вопрос при выступлении прокуратуры. Вот большое подспорье, которое вы сегодня вот нам сказали, то есть общественная палата, это не тот орган, который этим занимается, а просто аккумулирует вот эти все действия, подключая общественные организации, подключая наш опыт. И вот я вам хочу сказать большое подспорье, то есть мы как раз взяли отдаленные районы, отдаленные глубинки, ну вот это наш шаг. А если бы было больше таких общественных организаций, которые бы работали с этими, которые при школах создаются, то это было бы замечательно, потому что мы сами понимаем, что именно в отдаленных районах, плюс мы берем на контроль, это я имею в виду наша общественная организация, вот именно в сельских поселениях, чтобы было где детям заниматься. То есть это, естественно, дома культуры, чтобы их строили, чтобы их доводили до ума. То есть вот именно, чтобы было где-то ребенку заниматься, как было сказано главой сельского поселения, то, что детей нету свободного, они знают. Значит, в селом Зерновом было где заниматься, значит, есть где. Поэтому я думаю, здесь только вот именно желание родителей, чтобы куда-то отдавать, чтобы ребенок помимо этого не имел просто свободного времени. Спасибо большое. У нас есть видео о том, как живется в селе. Давайте посмотрим и обсудим. У нас в этом году было минус 6, минус 3. Какие дети могут быть? Новый год мы делали для детей в сельском совете. Мы здесь ничего не могли сделать и это самое. Вот с весны, с весны, вот сейчас мы уже начали март месяц, и до самого, до самого холода у нас дети постоянно. Если бы, говорю же, смеюсь, был бы здесь диван, дети, наверное, здесь бы и ночевали. У нас постоянно, у нас каждую субботу, у нас детские дискотеки, ну, они тематические бывают, да, всякие там разные, вот. И такие мероприятия. Вот у меня прошлогодний там отчет есть, если это, там фото, все есть, да. У нас для детей было 29 мероприятий из 70 проведенных в Доме культуры. 29! У меня полставки всего лишь, понимаете? Вот. Но мы все это делаем. То, что кто говорит, допустим, они просто не ходят сюда. Для детей у нас это из-за холода зимой, да, это проблема. А так летом у нас постоянно. И специалистов у нас нет. Кто к нам в деревню поедет? Скажите, хореограф поедет? На полставке нет. И даже на ставку не поедет. Вот это то, о чем мы начали говорить, да, Дарья Александровна, может быть, вы тоже прокомментируете по поводу того, что, может быть, ну, действительно в этом проблема, да, в том, что, ну, Дом культуры — это то, там, где, ну, нужно чем-то детям заниматься, чем-то их занимать, да. Может быть, стоит, если мы говорим о сексуальной активности детей, да, как-то эту сексуальную активность направлять в нужное русло? Сексуальную активность детей в нужное русло. Нет, речь идёт не о том, а речь идёт о том, что вообще день ребёнка должен быть продуктивно занят, ребёнок должен знать, что он делает и для чего он делает, мотивирован. Девочка, опять-таки, она участвовала в олимпиадах, она была социально активным и есть социально активным ребёнком, то есть у неё был результат на мотивацию. Свою активность в интернете она тоже делала для чего-то, у неё с какой-то целью была. То есть у детей должна быть цель, у детей должна быть мотивация, и у детей, естественно, должно быть занятие, где они могут себя проявить. Потому что характеристику школьную, я читала, девочки, там написано, что не имела ярко выраженных интересов. Может быть, просто они не были выявлены. На самом деле у неё оказались способности, но, возможно, это… А кто должен выявлять, да, не только, там, родители в школе, в, ну, собственно, наверное, большую часть времени, да, ребёнок в школе? Ну, наверное, это больше и школа должна заниматься, и родители должны заниматься. Потому что мы и слушали, что по российской поселению, я не видел школу, да, может быть, в этом тоже проблема? Ну, конечно, тяжело, тяжело в таких условиях, тяжело, конечно, дать ребёнку всесторонне развиться. Спорт это или танцы, или вокал, или художественные какие-то вещи. То есть здесь понятно, что ребёнок недополучил чего-то, где-то выхода своей энергии. Ну, это социальные услуги. Тем не менее, я думаю, что она где-то могла бы быть талантливее. Спасибо большое. Ну, Виктория, тот же вопрос к вам по поводу того, что в вопросе говорили, что да, в советские времена такого не было. Может быть, потому что пахали в этих колхозах, в этих сёлах, наравне с родителями. Просто некогда было, собственно, заниматься тем, что мы сейчас желаем. Ну, знаете о чём? Что она могла ходить на детские дискотеки, но поскольку у неё не удовлетворена потребность какой-то любви, какой-то иллюзии, близости с мужчиной, она могла искать там себе жертв. И, в принципе, суть была бы та же. В интернете она или на дискотеке, а жизнь её могла, в принципе, пойти к тому же самому руслу. Тут же про личные потребности. А если бы она картошку копала? Вот, если бы она занималась там активно как-то танцами, спортом или копала картошку, или даже научилась водить трактор, наверняка у неё бы было меньше в голове вообще. Ну, тестостерон так или иначе влияет, похоже на её жизнь, и надо было бы куда-то его направить. Может быть, какие-то активные, не знаю, восточные танцы, может быть, какое-то спортивное, опять же, спортивные какие-то такие нагрузки постоянные могли бы ей помочь наверняка. Ну, и по поводу недостатка специалистов, о которых говорили, да, это тоже ведь проблема, Ольга Петровна, потому что никто не хочет идти с этой стороны тоже нужно смотреть на данную проблему. В данной ситуации, естественно, сейчас бы программа, которая о поднятии села. Это правильный вопрос. Вот у нас вчера был круглый стол в прокуратуре Республики Крым, и мы где говорили о медицине. Та же самая проблема. В отдалённых сёлах практически не едут специалисты. Я думаю, такая же проблема и в школах, а тем более ещё и, извините, в культурном развитии, когда она сказала, что там на полставки, даже на ставку не приедут. Понимаете, нам нужна программа обеспечения жильём тех специалистов, которые едут в сёла. Вот тогда у нас будет и медицина, тогда у нас будет и соцработник там, я имею в виду, тогда у нас будет и культработник. Вот это самое главное, которое нужно сейчас решить по Республике Крым. Я гарантирую, потому что, ну, я понимаю, ну культработник, да, но если медицины там нету у нас, отсутствует, допустим, 50 человек из 100, то вы сами понимаете, к чему это приводит. То есть это глобальный вопрос, который нужно решать. Мы, конечно же, вот сейчас вникаем в этот вопрос, изучаем. Ну, я думаю, что у нас это тоже правительство это знает и помнит, потому что Министерство здравоохранения говорили о своих перспективах, о тех, как решать эти проблемы. Думаю, Министерство культуры тоже должно вникнуть в эту проблему. Как обеспечивать вот именно специалистами, может быть, даже если они, допустим, ну, в Красногвардейском находятся, а предоставлять им транспорт, чтобы он приезжал туда и проводил дополнительно занятия, это тоже выход. Но для этого должны наши министерства сесть и подумать, как решить эту проблему. Спасибо большое. И, кстати, наши перспоненты, которые готовили сюжет и выехали в село, обнаружили, что там стоят новые абсолютно ФАПы, но из-за того, что нет специалистов, которые бы там работали, они сейчас стоят закрытые. Я сейчас предлагаю еще посмотреть комментарии депутата Государственной Думы Константина Бахарева по этому поводу. Давайте послушаем, продолжим обсуждение. Очень многое зависит от воспитания в семье. Это те вещи, на которые государство, ну, не может, ну, где-то даже, наверное, не должно влиять, потому что все-таки сфера семейных отношений, это сфера, которая не нуждается особенно в государственном регулировании. Но в то же время мы должны создать условия, при которых дети, те дети, которые живут сегодня, растут в полноценных семьях, которые ходят в школу, которые ходят в детские сады, они не сталкивались вот с этой вот ужасающей ваканалией, которая сегодня у нас происходит в интернете. То, о чем мы сказали, что психологи работают на 0,25 ставки, на 0,5 ставки, это связано исключительно с ограниченностью бюджетного финансирования, потому что в рамках того штатного расписания, которое доводится до руководителей образовательных организаций, они вынуждены эти ставки дробить, именно потому что у них общий фонд зарплаты, который не могут превысить. Поэтому здесь, безусловно, нам нужно ставить проблему, ставить, вернее, ну да, проблему несколько иначе. Нам нужно увеличивать в целом финансирование сферы образования для того, чтобы психологи могли полноценно работать с теми категориями, которые нуждаются в услугах, особенно с проблемными категориями, потому что, безусловно, без психологической, полноценной и качественной психологической помощи, которую наши крымские специалисты оказать могут, тут я с вами полностью согласен, нам эту проблему не решить. Это еще одна часть, вот того, чем я сказал, комплексного подхода к решению проблемы, чтобы наши подростки росли, ну, как бы, знаете, с нормальными мыслями и вообще со здоровой психикой. Спасибо большое, пожалуйста. В зависимости от того, что ребенок не занимается спортом, не танцует и еще чем-то с отсутствием полового катосексуального воспитания у ребенка, ну, как это вообще взаимосвязано, вы считаете? Потому что я не вижу тут виновности непосредственно девочки. Ну, в чем ее вина? В том, что ее неправильно, возможно, где-то воспитали, да, мы постоянно говорим сегодня о воспитании родителями и так далее, но, тем не менее, на законодательном уровне у нас данные девушки подразумеваются как потерпевшие, и их предшествующее поведение не имеет никакого значения в данном случае. Почему никто не поднимает вопрос о том, что родители вымогают, да, деньги? Почему не расследуется этот факт? Возможно, это действительно какой-то бизнес, возможно, действительно родители нужно лишить родительских прав на основании того, что они используют таким образом ребенка, возможно, заставляют его делать подобные вещи. Не поднимаются эти вопросы, все обвиняют девочку и в воспитании, никто не затрагивает вопрос того, что молодые люди тоже, видимо, не совсем понимают, что делают. Вот, элементарно, давайте забудем о вот этих вот правилах приличия, когда нельзя спрашивать у девушки возраст, почему нет, это нужно делать, это обязательно нужно делать, особенно, когда вы не можете определить внешне, сколько девушке лет. Вы не знаете, 12 ей для 3, ну, 13, у нас сейчас девушки действительно выглядят 10 лет. То есть вы предлагаете смотреть, заглядывать в паспорт? Не заглядывайте, а там, да, тихонечко, пока она не видит. Нет, мы в полном серьезе, это никто не запрещает делать. Конечно. Это нужно делать. Возьмите у человека документ, у зависающей его личность, в котором написана дата его рождения. Я не знаю, но это неужели так сложно? Вот проблема, кстати, социальных сетей в том, что каждый может указать тот возраст, какой хочет, здесь нет никаких на это ограничений, к сожалению. Ну, а социальная сеть — это не документ. Это не документ, который удостоверит, что это вот я конкретно, вот как мы говорили о фотографиях звезд, да, то же самое. Это ни о чем не говорит. Вот там паспорт, даже то же свидетельство о рождении, ну все что угодно, но неужели нельзя посмотреть? Виноваты девушка и ее родители, а молодые люди абсолютно не виноваты, при этом и не признавали свою вину. Как бы там ни было, я не... Ну, видно сразу воспитание девушки, видите? Да, девушка не доверяет. До свидания, нужно теперь надо ходить с паспортом, и у вас есть по уважению. Это если вы хотите познакомиться, а так не обязательно. Виктория? Девушка абсолютно права, просто уровень осознанности, ну, дай бог всем такой уровень осознанности, а знаете... Я просто сомневаюсь, что все ходят до свидания с паспортом. Ну да, у которого, в общем-то, по большому счету, возможно, меньше сексуального опыта, чем у этой девушки, ну, у него даже мысли не возникает, что она младше его, и я думаю, что, в принципе, ну, наверное, его тоже где-то можно понять, когда 20-летний парень, ну, не представляет, что девочке 12, и она так себя ведет. А может быть, нужно хорошо, если говорить о воспитании, сначала познакомиться с родителями, да, потом... Вот я вам скажу, вот достаточно одного урока в школе, чтобы вот это, что мы здесь обсуждаем, докладывал учитель. Нет таких уроков в школе, нет этого юридического воспитания. Нужно их предупреждать. Предупрежден, значит, вооружен. И, может быть, из 10, 9 уже поймут, что так делать не смогут. Вполне возможно, что эти трое, которые двое из тех, кто сидят, и вот последние, о котором шла речь, может быть, и не знали о том, что они не имеют права просто по обоюдному согласию спать с человеком до 16 лет, если бы это уже не предъявили им обвинение. Я думаю, на этом уроке еще таким же девочкам, в принципе, было бы неплохо рассказывать и о их каких-то, ну, правах. А у них ответственность имеет. И ответственность, ну, видите. Дело в том, что девушка говорила о половом воспитании. Когда тебе мама все разрешает, она, в общем-то, по большому счету, чувствует себя достаточно уверенно. А где черпать другие какие-то источники полового воспитания, если мама тебе, в общем-то, по большому счету, в 10 лет еще бог, ну, так скажем. Да, даже смотря на комментарий, который говорила мама о том, что она видела молодых людей, которые приезжают и берут ее дочку, непонятно куда везут. Вот и молодой человек стоит и думает, ее мама не против, похоже, что ей не 10. Ну, как бы, я его понимаю, что он тоже может растеряться в этом случае. Но я их точно не оправдываю, просто слово преступления для меня, это вот когда насилие. Ну, а когда это прям вот обращение такое себе специфическое в интернете, другой возраст, фотографии такие, ну, это очень условное преступление для меня. Я хочу сказать, что сейчас в школах такая информация дается детям. И здесь еще другой момент, вот посмотрите, может быть, наоборот, слишком хорошо знают свои права дети, поэтому и возникают такие вот шантаж. Или все родители? Дети, которые могут организовать такой шантаж. Ну, в том числе. Есть же случаи, когда дети в отношении своих родителей такой шантаж организовывали, вот недавно рассматривались. То есть вы не звонили ребенок родителям подсудимых, да, людей, а звонили родителям, родителям. Соответственно, тут можно подумать, девочка могла напрямую сказать молодому человеку о том, что давай ты мне сначала такую сумму, все решится, я не буду ничего писать. Соответственно, родители бы без нее никак бы не написали это, правильно? Правильно. Соответственно, родители тоже прекрасно это знают. Я хочу сразу спросить у Фатиме, а скажите по поводу того, что вы утверждаете, что вымогались деньги, там, начиная с 50 тысяч, подавали ли вы заявление в полицию о подобном шантаже? Ведь наверняка это было бы важно и это было бы как-то на суде. Нет, мы впервые столкнулись вообще с такой ситуацией, мы как бы готовы были заплатить, как они требовали. Ну, они потом отказались, они просто потом сказали, что не надо, мне ваши деньги. Понятно, подобного заявления не было. Жен Викторович, если бы было подобное заявление, да, как бы тогда, может быть, повернулся, да, ход следствия и дело на суде? Может быть, это бы сыграло роль, ну, во-первых, в назначении наказания, во-вторых, в том, чтобы привлечь, как бы, родителей. Ну, на квалификацию вряд ли бы сыграло какую-то роль, на смягчающие обстоятельства может быть, но тут труднодоказуемо вымогательство. Если родители скажут, что мы знаем о том, что нам положено моральное возмещение вреда, и мы именно о моральном вреде и говорили, то тогда никакой ответственности у них нет, понимаете? Ну, насколько я знаю, моральный ущерб также потребовали в размере 450 тысяч, помимо того, что... Да, был иск на моего брата в 450 тысяч. Утвердил ли суд этот? Да, суд утвердил его. 450 тысяч? Ну, они просили 500, утвердили 450. Во всех случаях или именно в вашем случае? Нет, только в нашем случае. У других мальчиков они не требуют по камести. Понятно, да. То есть здесь речь идет не только о наказании, не только человек сел в тюрьму, еще и семья выплатит почти полмиллиона рублей. Я сейчас хотел бы еще показать вопрос, мы провели среди людей, как избежать преступлений против несовершеннолетних. Давайте послушаем, что отвечали люди. Ну, я вообще не слышу таких историй. Вы мне рассказываете, я тут стою удивлен, честно говоря. Первый раз слышу. Меня еще никто не пытался таким образом пойметь. Вы можете это вырезать. Должны в школах проводить профилактики, в университетах. Хотя университеты тоже, там же за 18 лет они поступают. Так что наше государство должно пропагандировать нравственность. Ужесточить наказание, то есть людей, которые в отношении детей какие-нибудь противоправные действия ведут. Родители должны следить, как их ребенок одевается. Потому что ребенок, извините, деньги из кошелька у мамы из карточки не украдет. Ребенку эта мама покупает эти чулочки с рисунками, которые высовываются, эти лифчики, извините, пушап. Это покупают мамы. Ну, а смотрят дяди, а дядя, извините, в паспорт не заглядывает. То есть это девочки провоцирует. Тут только родители должны следить. Пусть заглянут в Советский Союз, как там воспитывали детей. Пароли, наверное, вот так вот. Я не скажу, что мы идеальные, конечно, дети, но в Советском Союзе нормально так это чувствую воспитывали, как наши родители, например. В первую очередь надо общаться с человеком, занимать чем-то, внимание уделять. Никакой агрессии, никакого насилия, это может еще больше усугубить, скажем так, ситуацию. Это психология, но общаться, общаться с человеком, уделять внимание. Это, наверное, недоработка родителей, недоработка школы, скорее всего. Детей надо воспитывать. Не соображать, что он делает. Только родители. Конечно. Ребенкам надо заниматься. В ответе. Должны приходить психологи. Классные часы проходить. И рассказывать. Насчет этой темы. Взывать родителей, говорить, ну что это, плохо так поступать. Шантажировать, чтобы воспользовался человеком. Даже низко. Со стороны родителей надо родителям самим показывать хороший пример, чтобы не было, были хорошие дети и все. Должна быть пропаганда, здоровый образ жизни, спорт. Должны навязываться люди моральные, знаете, даже, возможно, кружки бесплатные, чтобы социальные службы этим занимались. Правильное воспитание, если бесконтрольные дети, мне кажется, воскресные школы. Ну, не знаю, наверное, все-таки нравственно-духовное воспитание, в первую очередь. И все зависит от семьи. Лишить интернета и взяться за воспитание. Патриотическое, любовь к семье, материнство, чтобы воспитывали. Тогда другой разговор, они не будут шантажировать. Какая-то цензура на телевидении должна быть, рекламы эти вызывающие. У меня уже ребенок понимает, да, что она девочка, и что она может мальчику предложить конфетку, и он сделает то, что ей надо. Старые советские годы, то есть была куча кружков, где детей заинтересовывали. Кружок – круто, спорт – хорошо, лепи, рисуй, не воруй. Спасибо. Спасибо. Вы говорили о уроках сексуального воспитания в школах. Как, по-вашему, должен выглядеть этот урок? Потому что по всей России это как бы нормальный опыт, но в данном случае сексуальное воспитание выглядит как показание фильмов, что любой половой акт должен за собой нести рождение ребенка. Как вам кажется, как должна популяризироваться нравственность, и как должны выглядеть уроки этого сексуального воспитания в учебных организациях? Пожалуйста, я так понимаю, кому-то конкретно вопрос? Нет, в целом. Викторий Александрович, может быть, вы? Я. Вы знаете, но я могу немножко сказать о данной теме. Мне очень нравится сегодняшняя аудитория, что действительно очень скрупулезные и такие обширные и замечательные вопросы вы задаете. Но вы сами понимаете, что нужны при этих уроках кто? Специалисты узкого направленности. А в этих отдаленных селах мы уже только что эту тему переговорили. Но я сразу говорю, что есть ли общественные организации? Они могут написать такой грант и обратиться не только к президенту, а обратиться в наших сегодня министерствах. Есть услуги, есть определенные доплаты и в администрациях. И тогда они могут взять этого специалиста, грант оплачивает тот же путь, дорогу. И пожалуйста, потому что здесь вы сами на местах или я, допустим, я не смогу провести вот в таком профессиональном уровне вот эти уроки. Даже если в селе есть такой же психолог, ну в школе, но он все равно не сможет так провести. А вот это, пожалуйста, прямой путь общественности. Пишите эти гранты, берите и везите вот наших специалистов. Специалистов мы всегда поможем найти. Спасибо большое, Жанн Викторович. Может быть, подобные уроки еще и с юристами нужно проводить, чтобы юристы участвовали и объясняли родителям? Конечно, юристы должны объяснять юридическую природу таких действий, то есть последствия. Но на мой взгляд, здесь нужна такая государственная программа, то есть детей можно воспитывать с детского садика, вот в этом отношении. Но не обязательно, да, откровенно все об этом говорить. В виде каких-то, ну, игр, сказок, начиная с того, что вот девочка и мальчик отличаются. Для этого у них разные уборные существуют. И что показывать, допустим, там, что у тебя там в трусик, это неприлично. То есть вот начиная с этого, да, уже по мере взросления уже более переходить к серьезным вещам. Потому что мы здесь обсуждаем уголовное, да, преступление, а мы же еще не обсуждаем социальные, как бы, проблемы. То есть, допустим, ранняя беременность, не пишет она заявление, но беременность там, да. И, например, венерические заболевания и так далее. Это все взаимосвязано. И кто-то скрывает, кто-то боится об этом сказать, потому что, ну, он не знает, как с этим поступать. И вот это все нужно, как бы, преподавать, но к этому надо очень подходить, скажем так, крупулезно и вдумчиво. Потому что если мы это все отпустим на такую, как бы, скажем, для галочки, да, вот отчитали лекции там и можно не ходить, то, ну, мы ничего не добьемся. Вообще, вот все эти вопросы, их нельзя рассматривать отдельно от развития общества. Потому что если родители, скажем так, находятся в депрессии какой-то из-за отсутствия заработной платы там или еще чего-то, понятно, что там никакого воспитания не будет. И ребенок будет уже расти с, скажем так, с отклонениями социальными. И он в любом случае найдет, что называется, на свою голову приключение. И мы давайте вспомним вот себя там в 20 лет, в 16, не надо здесь ханженства никакого, да. Ну, я не знаю, мы вот жили в советском обществе, у нас был четкий строй, да, четкая идеология. Сейчас мы перешли в рыночную экономику, да, у нас сейчас нет никакой идеологии. Мы сейчас пытаемся выхватить что-то от церкви, что-то еще откуда-то. Ну, у нас это не получается, скажем прямо. Поэтому, на мой взгляд, здесь без решения экономических проблем в государстве мы вот эти проблемы не решим. Спасибо большое. Ну, вопрос еще, может быть, в моральном, в принципе, разложении общества. Вот вчера стало известно, что румынская модель Александра Кеферен продала свою невинность за 2,3 миллиона евро. Приобрел ее некий бизнесмен из Гонконга. А вот жительница российского Красноярска выставила свою девственность за 800 тысяч рублей. Мы специально после этого промониторили интернет и обнаружили, собственно, в свободном доступе сотни объявлений от подобного характера. Например, продам девственность адекватному взрослому мужчине, симпатичная шатенка. Интересующиеся пишите. Куплю девственность молодой, симпатичной, хрупкой девушки с ее последующим содержанием. Мужчина пишет. Далее. Мне 18 лет, срочно нужны деньги. Продам девственность. Девушка красивая, наружность высокая. Пишите, звоните обо всем. Можно договориться. Собственно, возникает сразу же подозрение в том, есть ли этой девушке 18 лет, при том, что она до сих пор невинна. Виктория, ваше мнение по этому поводу? Я очень много таких историй слышала и читала. Дело в том, что не зря же раньше вожди хотели лишить всех девушек, в общем-то, невинности, потому что считается, что это такая сила, которую они приобретают. В наше время медицина сильно часто помогает девушкам восстановить эту невинность, поэтому я уж не знаю, какова там на самом деле уровень доверия, что она первый раз берет деньги за такое мероприятие. Ну, это тоже про личные ценности, про семейные и про общественные, конечно же. Потому что, не знаю, для меня это что-то такое сакральное и что-то очень глубокое. И, в общем-то, точно не для интернета. Речь о том, что сотни, да, если не тысячи подобных объявлений в интернете, то это говорит о том, что ценности подобные как-то... на эту ценность и уже даже не говорится о той силе, которую приобретает девушка и мужчина, когда это любовь, ну, когда они там лишаются невинности в любви, и сколько благости это добавляет вообще на всю оставшуюся жизнь. Первые отношения, первый секс очень сильно влияет на всю оставшуюся жизнь и на дальнейшую половую жизнь. Спасибо большое. Ну, как раз и речь и о том, что, да, если так просто подобное объявление люди размещают в интернете, так просто относятся к таким вещам, точно так же просто и относятся... Мы слышали комментарии мамы девочки, которая вот так, да, просто об этом, в принципе, говорит, о том, что люди приезжают, как бы, да, ну, неужели они не видят, да, что и 12 лет. И, собственно, ну, и завершая нашу сегодняшнюю программу, хотелось бы выслушать еще мнение ваше по поводу того, как избежать преступлений, да, против несовершеннолетних. Ваши и ваши, да, вот еще не высказывается. Я хотел... Я скажу, что вот и по поводу предыдущего вопроса, все-таки в школах в рамках образовательной программы необходимый минимум доводится детям по поводу и сексуального образования, и правовое образование, как я уже говорил, что дети в 11-12 лет знают свои права, знают, с какого возраста они могут обращаться в суд, в том числе и на своих родителей и так далее. Ну, чтобы избежать преступлений, конечно, нужно призывать... призываем родителей больше внимания уделять воспитанию, подружиться со своими детьми. Есть, пожалуйста, есть в любом районе, в городе можно, в Крыму сегодня, можно получить квалифицированную помощь в организации или в содействии воспитанию своих детей, обратившись в Центр социальных служб для семи детей и молодежи. Есть круглосуточный телефон доверия в Республике Крым, в котором можно получить детский телефон доверия, экстренная психологическая помощь. Это плюс 79, 78, 0, 0, 0, 0, 738. Масса мероприятий в школах проходит, профилактических, и вот как раз многие призывали, что нужно проводить, проводить в школах. Очень много мероприятий проводится очень по пропаганде здорового образа жизни, по воспитанию семейных ценностей. Ну, нельзя охватить, как я уже говорил, всех, если, может быть, родителям некогда. Многих же родителей есть такая позиция, что вот мы привели вам в школу ребенка, вот вы им и занимаетесь. Я лично это очень часто встречал. То есть все-таки больше внимания уделять. Призываем еще раз родителей. Спасибо большое, Дарья Александровна. Как вы считаете, как избежать преступлений против несовершеннолетних? Ну, квинтэссенция всего нашего разговора — это, естественно, внимание родителей, уделять внимание развитию гармоничной личности. Я хочу еще раз довести, да, своей молодой коллеге, что существует связь между, все-таки, между занятиями спорта и еще чем-то, и сексуальным развитием ребенка. Потому что грамотное, правильное сексуальное развитие может быть только у гармоничной личности. А гармоничная личность — это тогда, которая развивается во всех направлениях. Не только она сидит целый день в интернете или ставит эти странички непонятно с чем. Это первый момент. Второй момент я хотела бы сказать, что касается уроков, связанных с темой сексуальностью детей. Дело в том, что половое развитие у каждого ребенка разное, индивидуально. И на каком этапе, и в каком возрасте это преподносить тоже очень сложно. Я не думаю, что это должны быть именно уроки, а, скорее всего, какие-то альтернативные формы образования или обучения, семинары, коллоквиумы, может быть, какие-то флешмобы. Что-то такое вот, больше в такой игровой форме, а не сегодня, дети, тема урока, и на доске мы пишем, о чем мы хотим. Потому что в советское время был предмет этика, идеонтология, по-моему, семейной жизни. Был такой предмет, к сожалению, успехом не пользовался, потому что все было очень формально и очень копировично. Поэтому здесь только гармоничное развитие личности, и, соответственно, ребенок — это то, что есть его семья, и уделять внимание самой семье. Самой семье, ее развитие, ее достатку, ее благополучие. Спасибо большое. Ну и напоследок, хотелось бы, во-первых, обратиться к родителям девочки, историю которой мы сегодня озвучили, что если они примут решение высказать свою точку зрения и прийти к нам на программу, мы обязательно проведем продолжение этой темы, а также ко всем родителям, чьи дети столкнулись с подобной проблемой, высказать свое мнение. Также обязательно нам пишите в группу «Народный вердикт» в Facebook, ВКонтакте, звоните нам по телефону 6207-63, по телефону телеканала ИТВ, наши журналисты обязательно с вами встретятся, обсудят, и мы вместе соберемся в этой студии и обсудим ваши истории и как с этим бороться. Это был «Народный вердикт». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин